Начинать новую жизнь с новой прически – это классика жанра. Иное отражение в зеркале, иное ощущение себя и впечатление на окружающих. Внести новых красок в свою жизнь предложили и участницам конкурса «Леди Мармелад». Для девчонок я подбирала стрижки, исходя из их индивидуальных особенностей. То есть это форма лица, цвет глаз, форма бровей даже, подбородки, неподбородки, свой цвет волос. Ну, естественно, пожелания тоже я учитывала. Чем старше мы становимся, тем труднее рисковать и изменять привычкам. Однако участницы проекта доверились профессионалам и согласились подкорректировать не только прическу, но и цвет волос. Раньше любила экспериментировать, но в последнее время, последние годы. То есть мой волос, моя визитная карточка, поэтому нет, я не экспериментирую. У Ольги волосы были немножко отросшие, там буквально один сантиметр. Соответственно, мы немножко высветлили корни и затонировали полностью длину. Такой более обновленный и ровный цвет получился. Как бы мне интересно экспериментировать. И это забытое чувство опять, да, то есть как бы этот проект немножко, ну, как, добавил движ в мою жизнь. И очень долго в натуральных волосах, то сейчас мне, чтобы поддерживать, придется чаще здесь бывать. И мне это радует. У нее русый, пепельный оттенок. И хотелось бы добавить ей немножко яркости, чтобы вот прям видно ее было издалека. Но это не значит, что красный цвет, просто мы добавляем блонда. И с внешностью будет очень хорошо сочетаться, глазки голубые хорошо заиграют. Для Ольги мы подобрали окрашивание в технике AirTouch, так как это очень удобно в носке. Его не нужно постоянно подкрашивать, оно будет плавно скастать, что не нужно каждый месяц ходить. Его можно в домашних условиях тонировать. И, допустим, раз в полгода уже приходить и поднимать цвет именно осветления. Там за счет выдува прядей феном получается очень плавный переход, не видно никаких границ. Не все стрижки и окрашивания, предложенные стилистам, оказались выполнимы. Однако опытный парикмахер Яна Сайпашева нашла выход из ситуации. К сожалению, базы объема волос не хватило на эту стрижку, поэтому мы, посовещавшись, решили, что сделать лучше все-таки прямое коре. И в конечном итоге она будет отращивать длину, чтобы довести уже до окончательного результата, к чему мы пришли, к чему стали стремиться. Есть такой момент, подходит или не подходит, украшает или не украшает. Моя задача сделать так, чтобы украшала, в первую очередь. Именно поэтому специалисты в сфере красоты стараются предостеречь любителей трендов. Например, яркие окрашивания, дреды или рваная челка могут подойти не всем. В этом сезоне очень актуально яркие окрашивания, радуги, совмещение миллиона разных цветов. В моду входят всякие афрокосы, завивки, химия различная тоже. Пряди – это всевозможные холодные блонды, растяжки, эртачи, шатуши, балаяжи в техниках. Очень много различных. Также тоже и однотонные какие-то окрашивания, допустим, с блочными вставками. С девушками пышных форм неправильно подобранная стрижка может сыграть злую шутку. При выборе прически специалисты советуют обращать внимание на форму и строение лица, находить достоинства и подчеркивать их. Дополнять объемы и желательно не убирать волосы от лица, потому что они все равно вытягивают зрительно, объем добавляется на волосах, тогда объем уходит с лица. Если волосы прямые, то они тоже должны быть длинными, иначе если открыть всю зону лица, то оно будет смотреться еще больше. Мне бы интересно, например, совсем короткие волосы попробовать, то есть, ну, не знаю, насколько это будет сочетаться со мной всей, да, то есть, но сейчас бы я не рискнула на уменьшение длины. Для меня все новое. Весь этот эксперимент, форма прически новая, цвет волос новый. Будем провыкать, но все эти изменения, я думаю, к лучшему. Рыжий цвет, да, но он был такой менее благородный, что ли. А вот тут спасибо стилисту Оле Харитоновой, она вот подобрала именно оттенок такой более благородный, и мне безумно нравится. Впереди участниц конкурса «Леди Мармелад» ждет долгий путь преображения. Общение с визажистами, стилистами, косметологами и, конечно же, с нашей съемочной группой. Редактор субтитров А.Семкин